Ребят, всем привет! Это хэш-плата от Asika L3+. Я уже попытался ее поремонтировать немножко. И, честно говоря, такой проблемы я никогда не встречал. Она очень интересная, она очень необычная. Я пока не знаю, чем это все закончится. И решил отснять для вас видео. Посмотрим, что будет дальше. Я ее включил, напряжение питания поднимается. То есть источник питания работает. Напряжение около 10 вольт. Опять же, этим напряжением управляет контрольная плата, так называемая. По доменам прошелся там везде примерно 0,8. То есть по доменам все нормально. Ну и дальше я уже стал смотреть логику. И здесь должно быть на каждом домене по 1,8 вольта. Но вот на данной верхней кренке почему-то было 0,4 вольта. Если на выходе не 1,8, а 0,4 на кренке, то это означает, что либо на входе недостаточное напряжение подается от данного импульсного источника, который из этих 10 вольт поднимает примерно до 14. Ну я посмотрел, тут все прекрасно, все нормально. Следовательно, эти 14 вольт сюда не доходят. Ну тогда я посмотрел уже непосредственно на входе самой кренки. И там тоже все нормально. Там 14 вольт. Следовательно, она может спокойно на выходе давать 1,8 вольта. Но она этих 1,8 не дает. Хотя 14 это когда процесс еще не пошел. И как только процесс пошел, там не 14, там кажется в районе 4 вольт. Но этого достаточно для того, чтобы на выходе было 1,8 вольта. Раз на входе есть то, что нужно, а на выходе этого нет, то есть там недостаточное напряжение, следовательно, либо дохлая кренка, либо нагрузка, которая является логикой вот этих вот 6 чипов, она просто-напросто сажает, и кренка не может выдать нужный ток, чтобы поднять до 1,8 вольта. Это очень легко проверить. Достаточно переключить мультиметр на сопротивление и посмотреть, допустим, сопротивление по цепи 1,8 вольт в соседнем доме. Вот здесь 76 Ом. Тут в районе 70-80 Ом. Ну, можно посмотреть, что вот во всех вот этих вот доминах в районе 70-80 Ом. Следовательно, здесь должно быть сопротивление сильно меньше, и кренка не может поднять. Но, к сожалению, здесь сопротивление было абсолютно таким же. Понятно, когда там 1 Ом, 10 Ом, 5 Ом, то данная кренка, она не может протянуть. И понятно, что проблема с нагрузкой, то есть какой-то из этих вот доминов, либо несколько этих доминов, они по 1,8 сажают, но в данном случае все было нормально. И это просто элементарно. Бывает такое, что сдохла кренка, просто меняешь кренку, у тебя все работает, и это просто элементарнейший ремонт. Я взял кренку, у меня есть кренки, они, правда, тоже бушные все, но, тем не менее, я достал кренку, поменял, и радостный, что у меня все сейчас будет прекрасно, включил, и побежал искать ту кренку, которую я отсюда снял, потому что ту кренку, которую я поставил, она тоже имела на выходе 0,4 вольта. Конечно, можно допустить, что моя родная кренка, она была дохлая, и из вот этого вот ящичка я достал тоже бушную кренку, которая тоже случайно оказалась дохлая, и ее сюда поставил. И поэтому я кренку, которую выпаял, я ее не кинул ко всем кренкам, а пока отложил отдельно, потому что пока непонятно, что происходит. Но, опять же, вероятность того, что две кренки подряд дохлые, она очень и очень маленькая. В общем, дальше я снял просто теплоотводы. Вся вот эта вот часть, она грязная. Дело в том, что здесь вот стоит вентилятор, и именно отсюда воздух вдувается. И вместе с пылью туда засасывается влага, и пыль становится уже такой липкой, влажной, и она налипает. И, в общем, тут такая была огромная шуба. Но я эту всю шубу почистил, решил попробовать пропаять каждый чип просто паяльником. Также мне пришлось поменять несколько резисторов, которые выглядели гнилыми. Ну и, в общем, я думал, что после этого все заведется. Но, опять же, облом, опять же, на выходе было 0,4 вольта. Ну, тогда я решил, что, может быть, там где-то я соплю поставил или еще что-то. Ну, хотя я не мог соплю поставить, потому что если до этого 0,4 и после этого 0,4, то это означает, что сопли нет. Скорее всего, в логике какой-то из микросхем, вот эти вот ножка 1,8 вольт, она через что-то куда-то, на что-то там пробивает, и у нас получается, что она сажает вот эту вот цепь. Это может быть одна микросхема, это может быть две микросхемы, может быть три, может быть все микросхемы. И найти эту микросхему на самом деле не представляется возможным. Я, конечно, попытался там подать что-то с лабораторника, но сопротивление там в норме. Понятно, когда там короткое замыкание, то ты, подавая напряжение с лабораторника, ты можешь как-то выявить, что какая-то из микросхем сильнее нагревается, чем остальные, и понять, что короткое замыкание именно в той из этих шести, они все подключены параллельно, к которой греется сильнее всего, следовательно, сопротивление в ней меньше всего, и следовательно, она на себя берет весь ток и следовательно, она сильнее всего нагревается. В данном случае это не помогло, потому что сопротивление тут все в норме, оно достаточно большое, и ты просто-напросто ничего не увидишь. Есть еще один вариант, это, допустим, снимаешь первую микросхему, потом включаешь плату вторую микросхему, включаешь плату. Ну и, в общем, когда ты видишь, что ты, допустим, снял третью микросхему и у тебя стало вдруг все окей, 1.8 вольта, то вполне вероятно, что проблема именно в третьей микросхеме, точнее, то, что в третьей микросхеме проблема это 100%, но И под вопросом вот эти вот две микросхемы То есть вполне возможно, что проблема есть и в них, в обоих Или в одной из них Это легко звучит, что ты снял, включил, снял, включил По факту тебе нужно ее поставить Нагреть Снять Потом остудить Потом включить Убедиться, что проблема не ушла Опять ее поставить Нагреть Это несколько минут проходит Снять Остудить Это тоже несколько минут И проверить И в общем, пока ты вот эти вот все шесть снимешь Уже больше часа пройдет Поэтому я за один заход их просто-напросто поснимал Я думал, что я возьму потом эти микросхемы Мультиметром все-все-все-все прозвоню И вполне возможно, я из них найду какие-то ненормальные Какие-то бракованные Давайте просто попробуем включить И посмотрим, ушла проблема или нет Просто если сейчас окажется, что проблема ушла Точнее, если проблема не ушла То я зря выпаивал эти микросхемы И проблема именно в кренке Давай-давай-давай Оооо 1,79 То есть 1,8 вольта То есть это означает, что с кренкой все хорошо Так, здесь на остальных питания нет Потому что первые три или первые четыре Они питаются отсюда А остальные они уже питаются от доминов И так как у меня вот этого домина нет То оно просто-напросто здесь пропадает И на остальных вот этих вот кренках нет напряжения Это нормально Самое главное, что мы видим Что вот тут вот на входе есть у нас получается 10,4 вольта И на выходе 1,8 вольта Ладно, сейчас я возьму вот эти вот микросхемы Прозвоню их И может быть среди них я найду какие-то аномалии А может быть и нет Короче, я попытался перед вами разыграть комедию Что типа я сейчас что-то померил На самом деле я их померил еще до того, как включил камеру Еще у меня вчера И я не нашел ничего пробитого по 1,8 Вообще я не нашел никаких аномалий Кроме одного очень-очень такого маленького И очень-очень спорного момента Вот здесь вот на шестой лапе У этих вот четырех микросхем Там сопротивление в районе 100 кОм Там 80 с чем-то Раз, два, три, четыре, пять, шесть Вот 89,2 кОм Это у всех четырех Раз, два, три, четыре, пять, шесть Вот 100 кОм А у этих двух У них сопротивление в районе 15 кОм То есть это тоже огромнейшее сопротивление Даже если взять вот эти вот две в параллель То общее сопротивление там получается 8 кОм Если взять вот эти четыре по 8, 57 Там, ну, грубо говоря, будет 25 кОм 25 параллельно с этими 8 кОм И это будет в районе 6 кОм, 5 кОм Даже если это будет 1 кОм То все равно для такой тренки 1 кОм при 1,8 вольта Это вообще не нагрузка И абсолютно не должно быть никакой просадки Но, опять же, так как у всех остальных Вот этого сопротивления большое А здесь это сопротивление маленькое То методом голосования мы понимаем Что если у четырех 100 кОм А у этих двух 16 кОм То, скорее всего, проблема не в четырех, а в этих двух Но, опять же, если бы я нашел какое-то короткое замыкание Или 10 Ом, или 100 Ом Хотя если 100 Ом, я бы здесь уже видел, что что-то не так Раз, два, три, четыре, пять, шесть Не понял? 78 кОм Э, я их что, перепутал уже? Тоже 78 кОм Ну, в любом случае Про звонки я аномалии не нашел Вот только вот это Но, опять же, 80 и 16 Но сейчас я уже этого не вижу Почему я этого не вижу? Что там могло произойти? Ну, опять же, я склонен верить тому Что, наверное, проблема все-таки вот в этой вот грязи была Если там как-то эта грязь налипла То, наверное, возможно, она даже налипла где-то на какие-то конденсаторы Хотя я вроде все это отмыл Сейчас единственный вариант Это давай для начала вот эти четыре припаяю И потом посмотрю, что будет Опять же, прозванивая, я не вижу никаких проблем Но прозванивая, я не могу убедиться, что микросхема точно рабочая То есть при каких-то проблемах я могу увидеть, что она не рабочая, ее отбраковать Но в большинстве случаев я прозвоночкой ничего тут особого сделать не смогу Хотя, может быть, три поставить для начала Все-таки я три поставлю В платье очень много меди, очень много медных дорожек И она очень теплоемкая Здесь еще есть теплоотводы И ей нужно хорошо прогреться до того, как паять И в этом основная проблема То есть ты не можешь там быстро, оперативно там чук-чук-чук-чук-чук-поменял, включил Ее нужно прогреть, ее нужно остудить И вот это все время, время, время Поэтому, конечно, когда ты это все можешь диагностировать очень быстро Где именно у тебя проблема И когда ты меняешь чипы на новые То есть на заведомо исправные Это тоже очень сильно ускоряет процесс Потому что у меня все чипы бушные И с ними тоже иногда проблемы Потому что знать, что они рабочие или не рабочие невозможно И поэтому ты тратишь кучу времени Включил, проверил Вроде сигналы проходят, а вроде они немножко не те А давай попробуй другой чипа Все-таки после того, как уже там все перепробовал Переделал, меняешь на другой чип И у тебя сразу заводится И ты такой, блин Столько времени потратил из этого чипа Который стоит там 2-3 доллара Запаял три микросхемы Пусть пока охлаждается Давай посмотрим сопротивление Сопротивление должно быть заниженным Потому что там все горячее 71 Ом Рядышком Но рядышком есть теплотводы Тоже 71 Давай, давай, охлаждайся И потом я включу питание Блин, такая дилемма По одному их впаивать это долго Скорее всего, в каком-то из них Может быть даже в нескольких Есть проблемы И если я их все впаяю Это будет быстро Но если будет проблема Потом придется это все снимать Наверное, буду по одному впаивать Не буду лениться Итак, смотрим питание 0,4 вольта А здесь 13,7 Но это нормально Тогда здесь у нас должно быть 1,8 Да То есть это означает 0,6 уже То есть там микросхема, которая сажает Тогда из этих трех Блин, надо было по одной сажать Хорошо Сопротивление еще раз Ну да, 72, как и везде Да что ты будешь делать, а? Ну давай по одной снимать Так, эти перекатанные Те буду ставить сюда Все зажужжало, заурчало 0,5 1,3 А на входе Почему на входе 0,6? Кренка очень сильно греется Прям крайне сильно Что-то я не понял Давай еще раз Итак, процесс пошел Сейчас питание Блин, опять 0,5 вольта Здесь 1,3 уже 1,7 на входе у него На входе вот 4,6 Все как положено На выходе 0,5 Так, снова выключаю Давайте снова смотрим сопротивление Но опять же Когда с тремя там было 72 Ома То с двумя тоже будет 72 Но понятно Может я там какую-то соплю упустил Или еще что-то Но все нормально То есть 72,6 И тут тоже 72,6 Ну давай еще одну микросхему сниму Слушай И потом Я сниму эту Потом сниму эту И что-то я не понимаю Что происходит Не, ну конечно Может быть Что все домины дохлые То есть все микросхемы В этом последнем домине дохлые Я даже все резисторы Прозвонил Там на 47 Ом И на 1 Ом Ну что ж По одной снял все микросхемы Проблема так и не ушла И я уже Свои сусеки Поскреб Достал оттуда микросхему Которая у меня была БУшная И здесь тоже 0,4 Что-то здесь на плате А вот что В сусеках моих Наверное Микросхема дохлая Смотрим сопротивление Да Она 0,8 Ом Надо же такое А Я ее даже не проверил Мне казалось Что у меня там все идеально А может быть Я ее криво запаял Надо было все-таки Купить соточку этих микросхем Но проблема в том Что эти платы Уже по большому счету Абсолютно никому не нужны И купить эти микросхемы Это по большому счету Просто вытянуть деньги Здесь к сожалению Сама микросхема Не очень красивая Здесь виден очень тонкий Вот этот вот переход Вот для примера Как выглядит нормальная микросхема У которой Вот этот вот зазор Достаточно большой Тут конечно Отпайки отвалился Бывают микросхемы У которых Вот это все крепкое Но бывают микросхемы Которые Чуть начинаешь греть И вот это вот все Начинает облазить Это маска Как он называется В морг Значит в морг Итак я поменял микросхему Вроде бы немножко Прошло времени Тут уже все остыло Давай посмотрим Что по сопротивлениям 13 Ом Ну видимо Не совсем микросхема остыла Потому что должна быть Там в районе 20-25 Ом Смотрим 1.8 Что нас интересует 72 Ну какие должно быть Как и на всех остальных доминах Я подумал Что так как он один Ток здесь большой И во всех остальных доминах Этот ток Он расходится на все 6 чипов А тут только на один И вполне возможно Что он вздыхает Из своей кассеты В которой я ну точно проверяю Короткое по питанию И там его не было При включении Через него пошел ток Шесть раз больше чем здесь И он просто-напросто Пробился и сдох И давай посмотрим Данный помощник Поможет ему Или не поможет То есть сейчас я должен увидеть Здесь 0.8 вольта И здесь 1.8 вольта И так Процесс пошел 0.4 вольта Не 0.8 А 0.4 Это странно Тут 0.8 И тут тоже 0.8 Почему 0.4? Как же быть и что же делать? Откуда эти 0.4 берутся? Почему 0.4? Когда ты просто измеряешь сигнал И видишь на входе есть На выходе нет Ты поменял микросхему И все прекрасно А вот тут Либо где-то я застрял Просто-напросто Когда здесь не было микросхем То я на вот этих вот доминах Не видел напряжения А я не видел Потому что был оборван Вот этот домин Если бы эти вот 0.4 Были из-за какого-то Конденсатора Тут То я бы видел Здесь напряжение Его не было Запустил лабораторник Сейчас напряжение 0.95 вольта И потребляет он Всего лишь 220 миллиампер Хорошо Сейчас оно не поднимается Давай тогда 1.7 дам сюда И посмотрю Что тут будет В общем подал сюда 1.8 вольта Потребление по нулям Давай убедимся в этом Смотрим на вольтметр И мы тут видим у нас До 1.8 вольта То есть тут как бы Его ничего не жрет Давай тогда На вход подадим И подадим Наверное вольт 4 Как у нас все и происходит Включил напряжение 3.77 вольта Потребление 60 миллиампер Ну 60 это как бы Многовато Честно говоря Ну давай смотрим Что у нас на входе Блин сейчас окажется Что эта кренка дохлая 3.8 на входе А на выходе у нас 1.79 И все работает То есть это Перестает работать Только тогда Когда вся эта плата запускается Решил еще раз ее включить Пройтись по питаниям По всем доминам Посмотреть что происходит 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 И 0.43 Почему Есть Вот здесь нету Ну и здесь тоже нету Здесь у меня понятно Почему вот здесь нету На входе у меня 5.3 вольта Следовательно На выходе должно быть 1.8 Ничего не греется Здесь на выходе Точнее на входе 4.3 Значит на выходе должно быть 1.8 Но если бы вот эта штука Сажала То она бы грелась Но она не греется По идее здесь наоборот Должно быть самое большое напряжение Потому что Все жрущие здесь По 6 По 6 А тут Этот точно не жрет Потому что он не греется Сразу встану в нужных точках Потому что Когда он зашумит Чтобы я хотя бы сразу увидел Что там 0.8 вольт Через какое-то время Там бах Стало 0 вольт То есть чтобы я понял Что хотя бы микросхему пробило 1.0 Вот это так и должно быть И быстро вот здесь смотрим 0.5 И здесь смотрим 1.38 Так быстро тут смотрим 9.99 Тут смотрим 13.6 И тут смотрим 13.6 И может этот источник Дает какие-то пульсации Я мультиметром Как бы вроде вижу Нужное напряжение Но там оно прыгает Не прыгает И главное Когда я микросхемы снимаю Там реально 1.8 А вот когда я ставлю микросхему Там что-то происходит Но опять же Может быть что Дохлая микросхема Но я уже несколько перепробовал Давай вот последнюю Сейчас поменяю Вот прям самый последний Если будет то же самое То я даже не знаю У меня честно говоря Никогда такого не было И это очень интересно Сопротивление в норме Все в норме Может быть на плате что-то Но я в микроскоп смотрел И не нахожу я ни черта Может там где-то что-то с переходными Ну что ребята Прошло несколько дней Я все это время Сидел и думал Сидел и думал Сидел и думал Потому что получается Какая-то херня Конечно же И надумал я следующее Что почему-то Когда я измерил И увидел Что у меня здесь 0.4 вольта Я после этого измерил здесь И увидел Что у меня тут 1.3 вольта Но почему-то Начал я ковыряться Именно в цепи В которой 0.4 вольта Ну потому что Когда должно быть 1.8 И у тебя 1.3 То это плохо Но это так Чуть-чуть плохо А когда у тебя 1.8 должно быть А там 0.4 То это уже прям сильно плохо И я начал С самого большого зла Ковыряться Но Что если происходит Все следующим образом Если у меня проблема Допустим Вот в этом вот Последнем чипе И именно он И сажает Вот эти вот 1.8 Но тут кстати Тоже 72 ома Как и положено Как и здесь То есть сопротивление нормально Возможно Через какие-то внутренние связи Как-то что-то С чем-то связывается Когда подключается питание И он начинает Подсаживать Этот чип Он связан Вот с этим чипом То есть Отсюда Войдет сюда Что если он все портит И через него Он подсаживает Вот это вот все остальное И Так как Я запаял Вот этот чип Ну так просто получилось То есть я начал С этой стороны А снимать их Начал отсюда Но Вот этот чип Связанный Я оставил То есть Сейчас я могу Например Снять вот этот чип И скорее всего Проблема уйдет И нужно посмотреть Здесь Будет ли проблема Хотя Если этот чип Через какие-то Свои выходы Соединяется Вот с этим чипом И там есть проблема То Так как я сниму Этот чип И связи уже не будет То вполне возможно Что и здесь проблема уйдет И здесь появится Не 1.3 И 1.8 вольта Поэтому Нужно будет Наверное сейчас Все-таки поднимать Этот теплоотвод Я хочу сказать Что за кадром Я все прозвонил Сопротивление Все в норме Переходы Все То есть Все что можно сделать Тестером Я все проделал И я это проделывал И ранее Но сейчас Специально Пока я сидел Думал Я тоже самое проделал Но нет абсолютно Никакой Реакции Конечно я могу сейчас Снять этот чип И это мне конечно же Опять же ничего не даст Потому что я уже Это все снимал И ни к чему не пришел Давай наверное Все-таки Сниму вот этот теплоотвод Там конечно же Все грязно Я даже отсюда его вижу Но сейчас сниму Посмотрите Хотя как правило Грязно все в последнем Там больше всего Грязи набивается И получается Что зря Я последний дом Калашматил Потому что Обе эти кренки У них вход подключен К одному и тому же Источнику питания Единственное Что у них там Общий провод Чуть ниже У этого на 0.8 Ниже чем тут Ну да Вот оно болото Что попробовать Снять микросхему Или помыть ее Для начала просто По резисторам Тоже все нормально Все так же Как и везде Дальше микросхему Нужно очистить От клея Итак Смотрим питание 1.4 И тут Ну тут 0.5 Ну конечно 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 Здесь уже будет 1.7 Но эта микросхема Она уже питается От других доминов Давай посмотрим на входе Вот здесь 5.5 На входе А здесь 4.7 На входе То есть в любом случае На входе нормальные напряжения Я сейчас сниму Вот эту микросхему Последнюю И посмотрим Как это все поменяет Скорее всего Проблема уйдет Я так думаю К сожалению Ребята Микросхема Выглядит Очень даже Хорошо То есть здесь Нет никаких Нетемных пятаков Никаких Абсолютно проблем Ну и точно так же Как тут Все Ну так Чуть-чуть Есть клея Но в принципе Ничего страшного Пусть она остынет К сожалению Ребята Нет абсолютно Никаких аномалий То есть Вполне себе Ну Исправная микросхема Хотя Еще раз повторю Что Мультиметром Ты можешь найти Если она прям Точно дохлая Так Вроде бы Исправно Вроде бы И нет Ну и сейчас Если я угадал То здесь будет 1.8 И здесь будет 1.8 И тогда Я потихонечку Заполню этот домин И для начала Просто перекатаю Эту микросхему Которую я только что снял Но потом уже Ее Если не поможет Поменяю Блин То же самое 1.4 Ну и здесь Мат-6 Хотя они не связаны Друг с другом Что за хрень Тут уже ничего нету Никакой связи С этим нет То есть Он не должен сажать Конечно Можно снять Здесь оставшийся домин Но проще поменять Просто кренку Посмотреть что будет Но думаю Что ничего не будет Хорошо Но даже если тут Что-то с кренкой Почему Этот сажается У микросхемы Этой нет Связи оборваны Вот оно Пошло питание На первую микросхему 3.86 Точнее 13.86 И на вторую То есть На них на ОВИ Подвес Одно и то же питание Ну и тут Должно быть Минус 1.8 1.4 По доминам 1.8 Вольта 0.8 Ну и так далее Во всем остальном Везде порядок Ладно Сейчас я меняю Вот эту вот микросхему Я думаю Что это ничего не даст Но будет обидно Если это даст Тогда получается Что весь вот этот домин Который я снимал Его просто зря снимал Не На самом деле Это Вот такие вот случаи Они достаточно редкие И Чтобы там Было две какие-то кренки Дохлые Но у меня такого Никогда не было И Конечно же Проще Когда у тебя Просто На ком-то чипе Все падает Ты по сигналам Смотришь На входе есть На выходе нет Ты чип поменял Это элементарно Так Пусть охлаждается Эту микросхему Пока Ставим отдельно Но похоже Что я ее В коробочку Снова поставлю Нет ребята Все то же Самое 0.6 И 1.3 Не Ну это вообще Какая-то хрень Я честно говоря Не понимаю Вообще ничего Ну ладно Давай предположим Что у меня дохлая кренка Не кренка А вот эта вот микросхема Давай я ее сниму Здесь что Весь домен тоже дохлый Давай я сниму И ее вот сюда поставлю Нет Другую сюда поставлю Я даже не знаю Ну блин Должно быть 1.8 На входе есть Никто не садит Кто-то ж садит Потому что Когда этих микросхем нет Там реально 1.8 Опять же Можно подумать Что какой-то конденсатор По цепи 1.8 Но он бы тогда Давал сопротивление Во-первых А во-вторых Без микросхем Это все работает Итак Давай проверим Что у нас сопротивление В норме 3 Ома И здесь 8 Ом То есть он в норме Ничего у нас не сажает У 73 Ома Тут тоже 73 Ома Эту микросхему Я взял абсолютно новую То есть она на этой плате Не была Ну как новая Она из моей коробочки Но она снята С других плат Не с этой Хотя бы Чтобы вот здесь появилась 1.8 Если он не появится То я хотя бы Буду Понимать Что у меня Просто еще и в этом доме Не проблема Блин Опять 06 Я честно говорю Я понятия не имею Что происходит Вообще Слушай Может быть Вот эта вот фигня Она дает Какие-то пульсации И как раз У нас От этой повышающей штуки Питаются Как раз Вот эти вот Две кренки И именно с ними Проблема Сейчас я сниму Дроссель Конденсатор Резистор Кину пока Временно Напрямую Так я меряю Вроде все нормально Но мультиметр Не увидит Эти пульсации Давайте я попытаюсь Объяснить Что я тут натворил В общем Когда запускается Источник питания То из 12 вольт Он через этот дроссель Формирует На данном конденсаторе 10 вольт Дальше Из этих 10 вольт Данный повышающий Преобразователь Поднимает их До 14 И питает Последний И предпоследний Домен Все остальные домены Они питаются Ну имеется ввиду Вот эти вот Кренки остальных доменов Они уже питаются Через вот эти Все домены То есть от основного Питания Я исключил Данный повышающий Преобразователь Просто снял с него Дроссель Снял конденсатор Тут все такое гнилое Но честно говоря Оно работало Я мультиметром смотрел Там всегда было Там 13,9 вольт Но тем не менее Я просто сейчас взял Напрямую И подал 12 вольт То есть как только Я сейчас включу 12 вольт Эти 12 вольт Сразу придут сюда И по идее Я вот здесь Должен буду Видеть 1,8 И если сейчас Не будет 1,8 То я честно говоря Даже не знаю Куда идти И что мы видим Ребята Это 1,8 А тут И тут 1,8 Придумайте сами В комментариях Как это называется Мне конечно Сейчас вы напишите Нужно смотреть Осциллографом Нужно смотреть Осциллографом Ладно Сейчас тут все поправлю Сниму данную микросхему Вообще Я его выкину И уже За кадром Припаяю Раз, два, три Четыре, пять, шесть Микросхем Сколько раз Сколько раз Я их перепаивал Сколько я запаивал Нет, ну конечно Я стал немножко умнее Но я думаю Что в следующий раз Я конечно Ткнул осциллографом Но блин Ничего не предвещало беды Вообще ничего Ну а что Следствие пошло По ложному пути Такое тоже бывает И этот ложный путь Мне обеспечил Этот источник питания Который я сейчас Удавлю Так что Месть моя будет Очень страшна Хе-хе-хе Так Вот эта креночка Значит все-таки Хорошая Возвращаю ее На базу Ну что ж Поменялся микросхемы Вот эта вот микросхема Немножко коцнутая Но посмотрим Заведется Не заведется Если что Всегда успею Перепаять Так 5,5 Ом Тут Тут тоже 5,5 Смотрим на 1,8 вольта 72 Ома И тут Тоже 72 Ома Прекрасно Запускаем И для начала Просто проверю Напряжение Что они в норме Ну а потом уже Посмотрю в телефоне Что там имеется Итак Питание 0,8 Прекрасно 0,8 Прекрасно Так он Недолго шумел Это означает Что скорее всего У него 72 чипа Да 1,8 1,8 И это меня Радует Получается Я умею Паять Так Напряжение Установлено 72 Теперь нужно Чтобы плата Немножко Поработала Итак Процесс Пошел Чипы Потихонечку Начинают Зеленеть Ну и получается Что все было Очень и очень Просто Проблема была Только в этом Источнике питания И вот так вот Правильная Дефектовка Она позволяет Согратить Огромное количество Времени Я конечно Нашел проблему Но при этом Я перепробовал Все возможные Варианты Сейчас пусть Она продуется Клею теплоотводы И поставлю ее На пару дней На прогон Чтобы убедиться Что все хорошо Но вот блин Обидно Конечно Я нашел Правильный вариант Но К сожалению Только после того Как перепробовал Все остальные Варианты Ну на будущее Я буду знать Это Но Наверное Такого будущего Больше И не будет Берегите себя Крепкого здоровья И пока Зато хоть Попрактиковался В пайке Но лучше Не практиковаться Ну вот и все Надеюсь Что вам было интересно И вы получили Какую-то полезную Информацию Не забудь Нажать колокольчик Не забудь Поставить лайк Не забудь Подписаться на канал Ну и так же Если тебе интересно Еще видео по электронике Например Два из них Сейчас на экране Но на канале Есть огромное количество Роликов Пока